Пресс-конференция РУАД была посвящена итогам 2018 и прогнозам на 2019 год. Самыми обсуждаемыми темами стали проекты РУАД по регулированию на вторичном рынке, ОСАГО и Индекс РУАД. Детально о них в нашем выпуске. Один из основных проектов прошлого года – это регулирование на вторичном рынке. Дело в том, что если мы говорим про развитые рынки, то доля официальных дилеров на этих развитых рынках не менее 35%. Мы пока занимаем на вторичном рынке 14%. Да, эта доля растет ежегодно и 5 лет назад она составляла всего 3%, сейчас это уже больше 14%. Но тем не менее есть ряд стоп-факторов, которые мешают нам развиваться успешно в этом направлении. И прежде всего это отсутствие прозрачности на этом рынке. Проблему так называемого двойного НДС прокомментировал партнер РУАД «Карпрайз». Так называемый двойной НДС – это налогообложение автомобиля, который проходит по цепочке от физического лица, проданного юридическому лицу, например, автомобильному дилеру. И далее, если автомобиль продается следующему юридическому лицу, например, другому автомобильному дилеру, то тут же этот автомобиль должен быть по полной ставке обложен налогом на добавленную стоимость, сейчас это 20%. Естественно, экономического смысла у такой операции для игроков рынка нет, и эта цепочка полностью выпадает из официального легального поля. Итогом чего является неразвитая система перераспределения вторичного парка среди дилеров разных регионов, а следовательно, этим пользуются неофициальные участники рынка. Насколько важна для вторичного рынка отмена налога, пояснил президент РУАД. Если мы хотим иметь цивилизованный рынок, то это очень важная история, потому что так называемый региональный арбитраж, когда цены на автомобили, на одни и те же автомобили на разных локальных рынках разные, позволяет дилерам зарабатывать, государству получать дополнительные налоги, а потребителю иметь гораздо больший выбор с точки зрения продукта, потому что каждый автомобиль на вторичном рынке уникален. Соответственно, сейчас вот этот двойной НДС, он частично ограничивает всю эту историю, и более того, переводит ее в плоскость серой зоны, где этим региональным арбитражем занимаются в основном неофициальные игроки, так называемые серые перекупы, которые налогов не платят, ответственности по закону защиты прав потребителей не несут. Ну вот, собственно говоря, кто от этого выигрывает, выигрывает серая зона. В какой перспективе ожидают отмены двойной НДС, поделился генеральный директор Карп Айс. Очень сложно делать какие-то конкретные прогнозы, но поскольку мы вовлечены в общение с Министерством транспорта и с Министерством финансов, и в принципе понимаем, что мы достаточно глубоко продвинулись, и есть понимание со стороны всех органов о том, что эта инициатива необходима, и сейчас мы, так сказать, полируем детали. И поэтому, возможно, в течение ближайших двух, трех, четырех месяцев эта инициатива может быть реализована, но, опять же, гарантировать ничего нельзя, может затянуться и до конца этого года. Успехом минувшего года руководитель рабочей группы проекта ОСАГО Наталья Жильцова назвала переход к устойчивому тренду натуральное возмещение, закон о приоритете которого был принят еще два года назад, и переход страховых компаний на заключение с делами договоров без учета износа. В 2018 году есть ряд изменений, которые произошли уже, и происходят, и будут происходить. Я бы 2018 год назвала как год перехода на устройчивый тренд к реальному переходу на натуральную форму возмещения, что, собственно, это цивилизованный механизм возмещения, который принят во всех цивилизованных странах, потому что деньгами выплачивают, по сути, это непрозрачно, и ни государству, ни экономике это, в общем, не очень выгодно. По сути, с чем мы сегодня работаем в основном, это, конечно, со справочниками единой методики. В 2017 году основной проблемой у нас были, помимо справочников единой методики, еще и цены, которые страховщики указывали в договорах с дилерами, и цены мы указывали с учетом износа, то в 2018 году, я считаю, это ключевым моментом, который являлся таким переломным в росте доли натуральных возмещений, это переход страховых компаний на заключение договоров без учета износа. В ходе сотрудничества РУАД с Центробанком в проекте по изменению закона об ОСАГО наметилась позитивная динамика. При этом Российский Союз автостраховщиков объявил о поддержке РУАД в вопросе приведения цен в справочнике ЕМР в соответствии с РРЦ. С вами Автостат и Цифра недели. Мы продолжаем подводить итоги года и сегодня поговорим о региональных продажах. На первом месте, и это совершенно неудивительно, по объему продаж находится Москва. В 2018 году в Москве было зарегистрировано 238 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти 15% от всех регистраций новых легковых машин в Москве. Если принимать во внимание еще и Московскую область, которая находится на втором месте по объему продаж, то в сумме Москва и Московская область составляют 24% от объема всего российского рынка. Следом за Москвой и областью идет Санкт-Петербург, на то ли у которого приходится около 7% продаж автомобилей на российском рынке. При этом, если говорить о динамике, то две столицы находятся на среднем российском уровне от 11 до 15% продаж при рост за прошлый год. Среди нестоличных регионов лидирует Татарстан с 70 тысячами проданных автомобилей. При этом следует отметить, что динамика Татарстана самая низкая из всех регионов России. За прошлый год Татарстан прибавил чуть меньше 2% по отношению к 2017 году. Вслед за Татарстаном идут Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская и Челябинская область с объемом продаж на уровне 50-60 тысяч автомобилей. Важно отметить, что Свердловская область показала наилучшую динамику продаж среди крупных регионов в 2018 году около 19% к 2017 году. Соседняя с ней Челябинская область также показала одну из лучших динамик плюс 16% к предыдущему году. При этом на рынке автомобилей с пробегом региональное распределение достаточно серьезно отличается от рынка новых автомобилей. Так, Москва в сумме с Московской областью здесь занимает лишь 11% от всего российского рынка. И лидирует здесь уже не Москва, а Московская область. При этом следует также отметить, что в отличие от рынка новых автомобилей, рынок автомобилей с пробегом в Москве упал на 3% по отношению к 2017 году. Это по динамике, пожалуй, худший из результатов по стране. Таким образом, при планировании продаж, составлении бюджета, оценке вашего рынка, очень важно смотреть именно то, что происходит в вашем регионе и за счет чего вы можете развиваться. На финал конференции был вынесен проект «Индекс.Руат», руководитель которого обозначил итоги минувшего года как позитивные и ожидаемые. Мы укрепились во мнении, что «Индекс.Руат» – это наиболее точный операционный инструмент измерения уровня потребительской активности в целом для рынка. И для каждого дилера, который в нем участвует, он позволяет получить точный бенчмарк по динамике потребительской активности по разным брендам и по сопоставлению той динамики, которую получил каждый дилер и, соответственно, того результата, который был получен всего по рынку. Например, недавно опубликованный «Индекс.Руат» за декабрь показал рост 2% по отношению к падению индекса по ноябрю. Фактически реализовались прогнозы, когда в преддверии окончания года, в преддверии повышения НДС рынок будет в декабре более активный и позволит выйти на заданные, на спрогнозируемые объемы контрактования по году. Это не было так ажиотажно, мощно, как кто-то прогнозировал, но тем не менее какой-то рост был показан. Если сопоставить два источника данных, а именно индекс.Руат и индекс.АИБ, соответственно, видно, что синий – это Руат, а красный – это АИБ, то можно легко увидеть на практически всем протяжении 2018 года, как индекс.Руат на один месяц дает более точную динамику и более оперативно показывает изменения в совокупности контрактования и, как следствие, показывает изменения потребительской активности. На мой взгляд, на наш взгляд, это является важным индикатором, который сейчас наиболее точно показывает эти значения в отрасли. Еще одним важным направлением работы Ассоциации является сотрудничество с Центральным банком по решению вопроса контроля незаконного оборота денежных средств. Наша дискуссия с Центральным банком по поводу их публичных заявлений о том, что дилеры являются участниками, ну или как минимум пособниками обналичиванию денежных средств. Там есть непонимание части наших процессов, но хорошо то, что есть открытая дискуссия. На последней встрече руководитель как раз департамента финмониторинга пообещал нам, что Центральный банк нам пришлет методические рекомендации на основе опыта ритейла, на которые они раньше обратили внимание. Ну а плюс следите за нашими новостями, мы готовим рекомендации для официальных дилеров о том, что нужно сделать, чтобы без вины виноватым не оказаться. Совсем недавно на имя Эльвира Набиулиной, главы ЦБ, было направлено письмо со сложением официальной позиции РУАД по данному вопросу. Письме было подчеркнуто, как важно дилерам вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции. Также было предложено несколько инициатив, в частности ограничение расчетов наличными, с физическими лицами, по примеру, юридически. Однако в этом вопросе до сих пор остается нерешенной проблема высокой стоимости экваринга. Ждем дальнейшего продвижения по этому вопросу.